Если кто-то еще не понял, БСГ показали нам концепт переработки отдачи. И концепт этот собрал, откровенно говоря, неоднозначный фидбэк, а если уж быть совсем честным, то на данный момент скорее негативный. Если честно, пока что я не смотрел ни одного видео других тарковских блогеров на этот счет, но вот конкретно в Телеграме статистика не самая радужная, как мы видим. Ну, а я, пожалуй, постараюсь на данный момент выдержать более нейтральный настрой. Так что, во-первых, обсудим, что поменялось, во-вторых, почему это хорошо, а в-третьих, почему это плохо. Естественно, самым главным изменением является изменение работы автокомпенсации. А суть вообще в чем? Суть в том, что сейчас автокомпенсация действует как бы на каждый выстрел, из-за чего ее эффект стакуется. И в результате становится таким, что попросту перебивает эффект от параметра вертикальной отдачи. В результате первая часть очереди становится самой сложной частью очереди, что не совсем-то и хорошо. На новых футажах наблюдается немного другая картина. На первых, судя по всему, пяти выстрелах автокомпенсация в целом не действует. И это походит на то, что я показывал в видосе, где нахрен вырубал автокомпенсацию при текущей системе отдачи. Разве что там подъем оружия продолжался бесконечно до тех пор, пока не улетал просто куда-то в небеса. Сейчас же у нас появилась, назовем это, автокомпенсация 2.0, которая подрубается после пятого выстрела и, собственно, стагает оружие в одной точке. Ну, как в одной, не совсем в одной, но по вертикали оружие дальше уже не двигается. Когда же игрок перестает вести стрельбу, оружие само опускается к центру экрана. И неважно, сколько выстрелов было сделано до этого. Эта система мне местами напоминает Сурвариум. Разве что в Сурвариуме, если мне не изменяет память, в принципе не было ограничения на вот эти вот пять выстрелов. Чем эта система лучше нынешней? Ну, для начала она бафает короткие очереди, наконец-то. Так как теперь вертикальный подрос на первых пяти выстрелов более фиксированный, его можно будет заучить. А не дрочиться с постоянной изменяющейся конвергенцией, при которой все летит то выше, чем нужно, то ниже, чем нужно. Второй плюс в некотором смысле следует из первого. Эта система в большей степени апеллирует к скиллу игрока, потому что теперь у игрока есть возможность контролировать хотя бы часть своего спрея. Ну и третий плюс, я здесь вижу очень неплохой потенциал для баланса видов оружия. Но эту тему я затрону немного попозже. Касательно минусов, почему, например, мне в первую очередь эта отдача не понравилась. Я много говорил об этом пункте, но всегда как-то мельком. И, как правило, тема эта в рамках темы того или иного моего видео была вторичной. Но сейчас более детально мне бы хотелось высказаться по поводу так называемой визуальной отдачи. Что вообще понимается под этим термином? Если судить по тому, что говорит об этом комьюнити, то нихрена не будет понятно, потому что реально вокруг этого термина витает какое-то огромное количество разных мнений. И при том очень многие ребята просто, ну, как-то образно говорят о этой визуальной отдаче, даже не понимая, что она из себя представляет. Но я визуальную отдачу характеризую как отдачу, которая не влияет на паттерн стрельбы, но передает ощущения. В целом визуальную отдачу, как минимум в Таркове, да и в целом в большинстве игр на самом деле, можно разделить на два пункта. Первый пункт это все, что связано с анимационной частью. В рамках Таркова хороший пример это вот этот вот пивот, из-за которого разные прицелы ведут себя по-разному при стрельбе. Я, если честно, сам не совсем уверен в том, как он работает, но то, что такая фигня есть, это в общем-то факт. Второй же пункт, делающий визуальную отдачу, это отдача камеры. Что такое отдача камеры, я думаю, вы примерно представляете. Это просто подброс экрана, призванный передать встряску при стрельбе. В Таркове среди комьюнити шла какая-то постоянная и непонятная мне борьба с этой отдачей камеры, очень много людей почему-то считало канцером отдачи именно ее, хотя, по сути, единственный смысл этой херовины это передавать ощущения. В результате, на мой взгляд, БСГ даже сейчас ее выкрутили до каких-то минимально уже неприемлемых значений, из-за чего в Таркове практически все оружие ощущается пластмассовым. И ладно, еще сейчас, когда сама по себе отдача была смягчена в сравнении с патчем 12.12, но раньше, как по мне, был вообще тихий ужас. Все, опять же, из-за одного простого фактора. Отдача камеры должна соответствовать отдаче реальной. То есть она должна передавать реальную отдачу, чтобы помогать игроку с ней бороться, если это вообще возможно. И как бы хер с ней в нынешней системе, потому что в нынешней системе бороться с отдачей достаточно проблематично, из-за постоянно изменяющейся конвергенции. Но в системе новой такой проблемы уже нет, а несоответствие отдачи камеры и отдачи настоящей выходит на новый уровень. Смотрите, оружие на первых выстрелах благодаря реальной отдаче уходит вверх. Однако камера остается статично, и как мне кажется, именно это несоответствие является главной проблемой новой системы. Потому что, во-первых, отдача начинает выглядеть очень странно, а во-вторых, ее будет сложно контролировать из-за этого несоответствия. Таким образом, один из главных плюсов новой системы на данный момент просто не работает. Ну да ладно, в целом мне есть еще до чего доебаться. Помнится, в своем старом видосе про автокомпенсацию я говорил про прогрессию сложности отдачи. Если вкратце, то речь о том, что в рамках направленности Таркова как относительно реалистичной игры, стрельба одиночными и короткими очередями должна вызывать меньше дискомфорта, чем стрельба длинными. Соответственно, в игре должна быть кривая сложности отдачи, по которой игроку сложнее поразить мишень с каждым новым выстрелом. Самый, как мне кажется, простой способ выстроить кривую сложности отдачи, это задать коэффициенты, на которые значения, например, дисперсии и вертикальной отдачи будут умножаться при каждом новом выстреле. На показанном видосе я такого не увидел. Горизонтальная дисперсия вроде как одинаковая и при стрельбе одиночными, и при стрельбе макдампом. А у вертикалки вообще динамика отрицательная, потому что, по сути, она исчезает на фулл-очереди, делая фулл-очередь более валидным методом стрельбы, ну, как оно есть и сейчас. В целом, с этой отдачей есть еще один небольшой косяк, просто подмеченный моим зорким глазом, скажем так. От вот этого замечательного увода в сторону даже луна на прицеле охуела и зависла в одной точке. Ну, это уже больше в формате шутки. Ладно, как всегда, блок с предложениями. Во-первых, хоть как-то, но, сука, состыковать визуальную отдачу с настоящей, потому что это, как мне кажется, главное, что вообще нужно сделать, чтобы отдача заиграла. Второе, создать кривую сложности. Каким именно путем, вопрос хороший. С учетом наличия автокомпенсации 2.0, я бы сказал, что лучшим решением будет задействовать горизонтальную дисперсию, ну, соответственно, просто сделать ее увеличивающейся с каждым последующим выстрелом, но задать ей какой-то пик, чтобы не происходило бесконечного колдоебания по сторонам, например, на барабанах или на новом БКМе, ну, вы поняли. Еще, что я бы хотел сказать. Вот эта вот автокомпенсация 2.0, как мне кажется, тоже сможет стать очень интересным балансировочным методом. Я, если честно, прям очень хочу, чтобы БСГ сделали этот параметр не захардкоженным, единым для всего оружия, а как раз-таки разным, как аналогия старой конвергенции, которая была на каждой пушке, ну, уникальная. Соответственно, что это дает? На каком-то оружии вертикальная контролируемая отдача будет доступна на большем количестве выстрелов, чем вот этот вот неконтролируемый горизонтальный понос, назовем его так. Не знаю, мне кажется, идея достаточно интересная. Ну, и на этом пока что мои мысли все. В целом, конечно, хотелось бы пожелать БСГ удачи в отлаживании всего этого дерьма, потому что фидбэк сейчас они получили явно не очень позитивный, и как бы с таким фидбэком они просто не решили всю эту тему нахуй загнуть и оставить отдачу прежней. Но будем надеяться, что этого не произойдет, и мы получим крутую систему. Ну, и в целом, прям совсем напоследок, хотелось бы пару слов сказать о судьбе канала. Не то, чтобы он заброшен, но на запланированные мною еще давно видосы у меня просто не хватает времени. Они все-таки слишком объемные. Сейчас к патчу 0.12 я точно сделаю что-то про новое оружие. Как минимум про пулемет Калашникова, поскольку, скорее всего, мне будет что про него сказать.